Ребят, всем привет! Сегодня я решила приготовить пряники на кефире. Пряниками для всех назвать сложно, так как у меня в тесте, кроме кефира, разрыхлителя и муки практически больше ничего нет. Но результат получился довольно неплохой, мне очень он понравился. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, будем готовить. В просеянную муку отправляю соль, сахар и разрыхлитель. И слегка это все размешаю. Добавляю сливочное масло комнатной температуры, либо маргарин. Выливаю стакан кефира и буду замешивать однородное тесто. Добавляю еще немного муки, чтобы собрать тесто в один общий комок. Тесто на этом этапе пока жидковато, поэтому муки буду добавлять столько, сколько вберет в себя тесто. Чтобы можно было его хорошо вымесить, выкатать, чтобы тесто не липло к рукам. Но при этом старайтесь не переборщить с мукой, чтобы тесто у вас не получилось тугим. Тесто практически готово. Оно собралось в один общий комок. Я перейду на стол и окончательно хорошо его вымешу. Ну и вот мое тесто готово. Оно ни в коем случае не должно быть тугим. Посмотрите, какое оно мягкое. Слегка прилипает к рукам. И на припыленной мукой поверхности буду выкатывать его в пласт толщиной в 1,5-2 см. Тесто я раскатала в пласт толщиной чуть больше 1 см. Мне этого достаточно, так как в процессе выпечки они очень хорошо поднимутся. С помощью стакана вырежу круглые заготовки. Здесь можно воспользоваться любым фужером, рюмкой, либо готовыми формочками. Остатки теста я соберу в один общий комок. Раскатаю их опять же в пласт. И аналогичным образом сформирую круглые заготовочки. Перекладываю свои будущие пряники на противень. Стараюсь держать между ними расстояние, так как в процессе выпечки они еще поднимутся. Противень я абсолютно ничем не застилала и не смазывала. И отправляю это все в хорошо разогретую духовку при 200 градусах ровно на 10 минут. Посмотрите, какие они получились румяные. Выпекались они у меня ровно 10 минут. Дам им немного постоять, остыть. И далее уже сделаю помазку и смажу их все. Донышки у них тоже очень хорошо пропеклись. И несмотря на состав простых абсолютно продуктов, пряники получаются очень мягкие. Ну и посмотрите, какие они внутри. Я сделаю к ним сейчас еще белоснежную помадку. И они будут и вкусные, и красивые. В отдельную стеклянную посуду разбиваю 2 яйца. Отправляю белки. Добавляю к ним стакан сахара и 2 столовые ложки кипятка. Можно добавить и воды. Я отправляю это все на паровую баню. Вода, как видите, у меня уже закипела. И буду взбивать хорошо миксером до устойчивых пиков и полного растворения сахара. Белки при хорошей, высокой температуре очень быстро и хорошо взбиваются. Сахар моментально расходится. А воды для чего я добавила, чтобы масса просто была чуть-чуть пожиже, чем безе. Посмотрите, какая она получается густая. Отправляю свое безе в пряники и все хорошо размешиваю. Здесь главное старайтесь брать посуду пошире и поглубже, чтобы вам было удобнее все перемешать. И хорошо промазанные пряники перекладываем в тарелку, противень, блюдо, разнос. В общем, кому как удобно, у кого что есть. Я для этого использую свою стандартную форму. Посмотрите, какие они получаются. Не просто красивые, но на самом деле еще и очень вкусные. Тесто здесь практически не сладкое, но сладость дополнительно добавляет эта помадка, либо белково-заварной крем, если его так правильнее назвать. В общем, результатом я сегодня осталась очень и очень довольна. Поэтому могу посоветовать и порекомендовать при остатках небольшого количества кефира приготовить такие пряники. Ну а я говорю всем спасибо, кто был со мной. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита, всего хорошего и до новых встреч!